Вернется ли Ютфади домой? Хотя Айшин не слышит разговора Реззена и Аты, ей некомфортно видеть их вместе. Атиф немедленно принимает меры, чтобы использовать великую тайну, которую он узнал из разговора Реззена и Аты, в своих интересах, и использует ее как рычаг против Саваша. Савас, с другой стороны, не намерен ослабевать против Атифа и с помощью рационального плана заставляет Атифа молчать. Фатих спасает Читина от рук братьев Седы, но получает травму в результате своего героизма. Ситуация вызывает у Фатиха подозрения. Он считает, что Читина обманули. Фатих и Сурея действуют по плану Сурея. Ата, остро переживающий отсутствие Юфтади, не допустит развала своей семьи. Он идет к Юфтади и просит ее вернуться в дом его жены и к семье. Решение Юфтади ясно, но настойчивость Айшина и Фериди неэффективна. Поскольку Саваш не хочет, чтобы его план мести был нарушен, он решает ускорить реализацию своих планов. Кроме того, он начинает осознавать внутреннее противоречие, которое он испытывает. Как бы Ата Катипуглу не старался сохранить и защитить свою семью, он не может защитить своих детей от опасностей. Сможет ли Саваш убедить Айшин? В то время, как коварная ловушка Саваша неожиданно заканчивается, сюрприз ночи исходит от Юфтади. Настало время противостояния атаманов и Катипугуллары. Сотрудничество Саваша с Неслихан приводит к разрушению Суреи. Внезапный визит Суреи приводит Фатиха в замешательство. Война и решение Фатиха относительно Суреи принесут новый хаос. Время течет совсем по-другому для Аты и Юфтади. Решение Юфтади это решение является поворотным моментом для семьи Катипуглу. Для Аты продолжаются трудные дни, и с каждым днем они становятся все болезненнее. Ата, который не намерен разрушаться, принимает меры, чтобы защитить свою семью. Атиф продолжает свои усилия по спасению себя, но повестка дня меняется быстрее, чем он ожидал. Селим поддерживает Фериди, которая все больше и больше раздавлена своими переживаниями. Атиф, которого Ата загнал в угол, очень нервничал. Селим же с каждым днем становится все более популярным среди Атифа. Айшен, узнавшая о сотрудничестве Неслихан и Саваша, противостоит Савашу. Сможет ли Савас, изо всех сил пытающийся убедить Айшен, спасти эту ситуацию? Невинная оценка ситуации Реззаном и Аты будет иметь опасные последствия. Ата попал в коварную ловушку Саваша. Узнав, что Реззан и Савас знают большую тайну, Ата еще раз понимает, что был прав в своем недоверии к Савасу. Теперь он уверен, что Саваш реализует план через Айшен. Юфтади, ставший свидетелем разговора Реззана и Аты, слышит лишь часть правды, сказанной Реззаном и Атой. Эта неожиданная правда оказывает сильное влияние на Уфтади, и Юфтади нужно время, чтобы переварить ее. Сурея полна решимости не подчиняться Реззану. Реззан обвиняет своего сына, утверждая, что Саваш использует Сурею, Фериди, думая, что Атиф в чем-то замешан, теряет доверие к Атифу. Фериди, у которой уже была проблемная беременность, снова испытывает боль. Однако на этот раз с ним Селим говорит Фатиху, что Саваш знает всю правду. Не сумев убедить Айшена в Саваше, Ата просит Фатиха о помощи. Фатих играет большую роль. Не имея выхода, Фатих рискует всем и использует единственный имеющийся у него козырь против Саваша. На этот раз Фатих наступает Савашу на ногу. Однако Саваш не намерен терпеть поражение. Последние события усиливают остроту противостояния между Фатихом и Савашем, который ловко разрабатывает ходы своего грандиозного плана и ставит Ату перед важным выбором. Решение, которое примет Ата, загнанное в угол перед лицом войны, сыграет важную роль в судьбах обеих сторон. Тяжелое испытание войны. Савашу-атаману, который умело планирует каждое движение с чувством мести, приходится бороться с гневом Реззана и движениями ревности Неслихан. Когда пистолет в руке Неслихан взорвется, это нарушит баланс победителя и проигравшего и прольет кровь в схватке. Что подумает Неслихан от потрясения от пережитого? Он не знает, боится и чувствует себя виноватым. Единственное решение, которое приходит ему на ум – сдаться. Пока Фериди изо всех сил пытается проявить себя в компании, Атиф развлекается со сблизившейся женщиной. Атиф даже не подозревает, какие большие неприятности причинит его безответственное поведение. Ему Фатих и Ата не доверяют Савашу, несмотря на все произошедшее. Они ищут выход. Хотя Ата рад, что Сурея начинает работать в мастерской, он не может отделаться от мысли, что Саваш приложил к этому руку, пытаясь создать особенные моменты с Айшин, чтобы стереть несчастье дня помолвки из своих воспоминаний и из памяти. В конце концов, все его усилия окупаются. Айшин теперь доверяет Савашу с закрытыми глазами. Есть только один человек, который может противостоять Савашу, который идеально выполняет его планы и может взорвать бомбу замедленного действия в своей руке. Так кто же станет победителем в этой игре? Помолвочная ночь Айшин и Саваша. Саваш злится, потому что фотография Айшин была использована в качестве рекламного лица сериала «Ностальгия», и он знает, что человеком, которого он будет привлекать к ответственности, является его мать Резан. Узнав Резаном большую тайну, он восстает против Саваша и показывает эту правду ему в лицо. Даже эта ситуация не сможет остановить Саваша, который узнает, что Айшин – дочь Атыка Типоглу. И Ата и Резан начинают думать, что они смогут помешать этому браку. Фатих понимает, что у него нет другого выбора, кроме как согласиться. Фериди оценивает предложение Айшин о работе и начинает работать в Кайсере. Дверь в другой мир открывается для Фериди, узнает, что Айшин является гарантом банка для Саваша, и возлагает вину на Саваша. Но пройдет немного времени, и Ата поймет, что совершил большую ошибку. Хотя эта ситуация делает Саваша более ценным в глазах Айшин, она нарушает баланс между Айшин и Атой, а вечер помолвки Саваша наполнен моментами, которые никто не мог предсказать. Однако скрытые факты содержат и другие тайны. Резан – самое большое препятствие для брака. Попытка самоубийства Фериди приводит к краху семьи Кати Поблу, особенно Аты. Страх Аты потерять дочь ставит его между решением, которое он категорически отвергает, и дочерью. Настойчивость Саваша в своем решении жениться на Айшин мотивирует Резана. Резан воспользуется своей властью в холдинге «Атаман», чтобы заставить Саваша заплатить высокую цену за сделанный им выбор. Этот шаг Резана доведет связь между матерью и сыном, которая и без того была не очень прочной, до точки разрыва. Понимая, что он полностью потерял Айшин, Фатих, с одной стороны, страдает от боли любви, на которую невозможно ответить взаимностью, а с другой стороны, считает, что намерения Саваша все еще не добрые, и Резан пытается включить в него Неслихан. Обезумевший от ревности в своих планах. Неслихан становится очень решительной, и у нее нет другого выбора, кроме как помешать браку. Большая тайна, которую узнает Резан, еще раз проверит любовь Саваша и Айшин. Предложение руки и сердца Саваша Айшин. Айшин принимает предложение Саваша о любви на всю жизнь. Известие о свадьбе вызовет голоса протеста как у Катипагуллары, так и от Аманов, и глубоко потрясет обе семьи. Фатих, который думает, что Савас похитил Айшин, теперь находит в себе силы противостоять Савасу. Двое друзей встречаются лицом к лицу ради любимой женщины и вступают на путь, с которого может не быть возврата. Непоколебимая дружба Саваша и Фатиха начинает давать трещины.